Музыка Нужно быть верным в том, что ты знаешь. То есть Бог уже открывает часть того, что ты знаешь. Евреи знали, что ожидает от них Господь, но не получалось у них, не хотели они этому быть верными. В храме, да, в храме мы будем последовательно, степенны, чисты, и нечистые в жертву не принесем, все будет хорошо в храме. А за стенами храма, извините, это наша жизнь. Вот как-то вот с этим Бог не был согласен, Он даже и не говорил к ним. Писание нам сегодня напоминает, уже в Новом Завете, Петр говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово, помните? И хорошо делаете, говорит, если вы обращаетесь к этому слову до тех пор, пока звезда утренняя в вашем сердце не взойдет. Это светильник, который может вам ясность во всех вопросах дать. Вот это вот определение для меня лично очень важное, вернейшее пророческое слово. Оно говорит о том, что роль человека-пророка отходит, ну как минимум, на второй план по отношению к значимости самого слова. И вот нужно быть верным в том, что мы знаем. А знаем мы очень много, намного больше, чем евреи знали на то время. Нам открыто намного больше. И если посмотреть на то, что нам открыто, как описывает это Писание, он говорит, что ангелы хотят иметь часть в том, что для нас предусмотрено Богом. Представляете? Они хотят, они хотели бы иметь в этом часть, но им это не для них, это для нас, для детей Божьих. И вот нужно быть верным в том, что ты знаешь. И второе, нужно осмысленно посвящать свое время и самого себя Господу. Нужно готовить себя. Готовить себя к тому, чтобы услышать Его волю, услышать Его голос, услышать Его благоволение, благословение. Я уверен в том, что наверняка не у всех, не для всех это может быть и предусмотрено Богом вот в такой мере, как это было для Моисея. Вы помните эту притчу о богаче и Лазаре? И когда богач умер и оказался в Аде, в муках, он попросил, чтобы отче Аврааме послал гонца к его братьям, чтобы те образумились, узнали, что ждет их после смерти и исправили свои жизненные пути. И какой был ответ, помните? А у них есть Моисеи и пророки. Вот их пусть слушают. Вы знаете, для большинства, не знаю, для большинства, но для многих, вот Бог говорит, вот пусть слушают. Вот есть вернейшее пророческое слово, слушайте, следуйте этому. И это уже правильный путь. А для кого-то Господь, может, приготовил и больший путь. Но это уже Его воля, это Его право. И сейчас речь идет не совсем не о том, чтобы стать пророком. Речь идет о осознанных, осмысленных взаимоотношениях с Господом. О понимании и исполнении Его воли в моей жизни, в какой-то моей конкретной ситуации. В конце концов, если я потерял ослиц, извините за этот пример, как Саул, можно искать, можно выбиться из сил, можно использовать все административные ресурсы, а можно в какой-то момент вспомнить, что есть же Бог, к которому стоит обратиться. И Он же даст ответ. Он же даст ответ. И Саул пришел к Самуилу с вопросом об ослицах, а ушел с ответом, что он царь. Представляете себе? Когда мы идем правильным путем, когда мы идем по направлению к Богу, то, что Он нам открывает, всегда превышает, превосходит любые наши ожидания и чаяния. Всегда. Когда мы открываемся пред Господом. Сейчас речь идет, в конце концов, о том, что относится к спасению. Потому что вот если написано в Израиле, об Израиле, что весь Израиль спасется. Это Божья воля, это Божье право вот так как-то относиться к своему народу избранному. Это Он решает, как быть с Израилем. А нас же, верующих Нового Завета, которые не израильтяне, скажем так, по плоти, не написано, что все, только потому, что вы христиане, всем теплое местечко уготовлено в царстве. Нет такого упоминания. Наоборот, сказано, что бегут многие, один получает. Трудитесь, стремитесь, употребляйте усилия. Почему? Потому что Я и Он. Я и Он. Вот каждого в отдельности будет Господь. Павел говорит, всем нам надлежит предсудилище Христово. И каждому будет рассмотрен Его путь. То есть вот тут как бы уже другой процесс оценки, другой принцип оценки декларирует Бог. И вот самое главное, ну, чтобы Слово Господне, чтобы с Богом взаимоотношения правильные были, самое главное, не стоит стремиться к свободе от Бога и от Божьего, тогда, когда заканчивается богослужение. Предложений будет очень много. За пределами церкви, отойдя там на какое-то расстояние, мысли вернутся, придут, возымеют свою силу, планы вспомнятся. И вот то, как ты будешь распоряжаться вот этим временем, когда ты не в церкви, тут мы все хорошие, всем никто не грешит сейчас, в всяком случае, видимо. А вот то, как будет там, вот тут вот эта свобода, как мы ей распорядимся, вот оно и определяет нашу верность Богу на самом деле. Народ Божий был верен в храме, но совершенно не верен Богу за пределами богослужения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова